Поддержите наших артистов Ансамбль Сударышко-Можайск Мы споем для вас песню замечательного белорусского композитора Юрия Семенятова. А называется она «Травы детства». Но я думаю, что в ходе события сегодняшнего мероприятия она будет как раз именно под теми. ПЕСНЯ 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 Дружбой всегда дорожить Жить не тужить, с песней дружить А для солдата главное отчизне служить Нет, ее дороже Солдатам нужно дружбой всегда дорожить Жить не тужить, с песней дружить На заре команда подъем Нас будет при любой погоде Напишу один, а потом От каждого парня в нашем взводе У меня такие друзья, что лучше и желать не надо С ними походе рядом и улыбаться Рада песня солдатская моя А для солдата главное отчизне служить Нет, ее дороже Солдатам нужно дружбой всегда дорожить Жить не тужить, с песней дружить А для солдата главное отчизне служить Нет, ее дороже Солдатам нужно дружбой всегда дорожить Жить не тужить, с песней дружить Ты вдали, ты где-то вдали А для солдата главное отчизне служить Нет, ее дороже Солдатам нужно дружбой всегда дорожить Жить не тужить, с песней дружить А для солдата главное отчизне служить Нет, ее дороже Солдатам нужно дружбой всегда дорожить Жить не тужить, с песней дружить А для солдата главное отчизне служить Нет, ее дороже Солдатам нужно дружбой всегда дорожить Жить не тужить, с песней дружить Не уходите, пожалуйста, побудьте с нами Вы такие красивые Просто на вашем фоне сейчас Совершится заслуженное награждение Сегодняшних участников Потому что кое-кто из наших гостей спешит Особенно наши дети Я приглашаю снова Замечательный коллектив И ее воспитателя, капитана первого ранга Это коллектив наш юный Который так много участвует В движении морское братство Нерушима Ребята, пожалуйста Поаплодируйте им еще раз Спасибо вам огромное за поддержку И герой Советского Союза Чмуров Я его тоже попрощу поучаствовать В награждении Сегодня в этот замечательный вечер Который посвящен вице-адмиралу Состоится, наконец, долгожданная награда Награда союзного государства Которая так и называется Морское братство Нерушима Игорь, пожалуйста Давайте уже вместе Белорус и россияне А где наш герой? Аплодируйте 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 По решению Организационного комитета Международного движения Морское братство Нерушима Медалью Морское братство Нерушима Награждается Кузенков Олег Петрович Аплодируйте Спасибо. 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 Большое спасибо. Во-первых, разрешите вас всех поприветствовать от нашей партии, от партии ветеранов России, от Гореева Махмуд Ахмедовича, от наших героев России, героев Советского Союза. Я хочу выразить слова от Арсима Ахмедовича. Во-первых, ребята обратились к нам, и я сам прекрасно понимаю, что мы молодые люди, молодые ветераны, прежде всего, должны чтить традиции нашего государства, нашего отечества. Мы понимаем, что мы молодые люди, без вас, без людей старшего поколения мы практически никто. Потому что на сегодняшний день, чтобы опереться на тех людей и нести знамя, это прежде всего ветераны, те люди, которые имеют особые заслуги перед государством, те люди, которые прежде всего имеют определенный статус и герой России, герой Советского Союза. Я прекрасно понимаю, для меня, для молодого парня, это прежде всего гордость. Это гордость. Мы понимаем, что, увы, к сожалению, развал Советского Союза, я был в Тебренском, я был вионером, увы, к сожалению, я не был в Томсомоле, но те былые добрые времена, я помню и чту, чту именно чувство коллективизма, потому что в армии мы всегда выживали благодаря только чувству коллектива. А сейчас, увы, разрушаются духовные ценности. Мы понимаем, политика Запада, насколько и сильно она влияет в целом, текстует нам свою либеральную политику и свои либеральные ценности. И нам сегодня очень важно это единство, единство силы народа. И еще раз я подчеркиваю, что нам, молодым ветеранам, прежде всего, надеемся только на вас, на людей, на людей старшего поколения, потому что без вас на сегодняшний день взять меня, молодого парня, который находится на территории города Москвы, закончил академику службы. Мне было очень тяжело развернуться здесь, поверьте, стуком в дверь, приходя в общественные организации, нам удалось, нам удалось создать. Многие недопонимали, говорят, а это разве возможно? Я считаю, что это возможно, что есть желание. За весь постсоветский период, я считаю, что и не было такой политической силы, и мы понимаем, что мы, прежде всего, мы молодые ветераны, вы люди старшего поколения. И наша основная задача, прежде всего, конечно же, это, я уже о политике, уходить в органы исполнительной законодательной власти. Мы, молодые ветераны, молодые ветераны были на передовой, также в Крыму, и принимали очень активное участие, прежде всего, чтобы не допустить войны. И для нас мы свято понимаем, что очень важно сохранить мирное небо. И, Арсений, еще раз я выражаю вам всем слова благодарности, всем сказать большое спасибо за то благое дело, то, что мы совершаем. И все-таки низким пословом героям России, героям Советского Союза и ветеранам. Спасибо. Сейчас увидишь по своим государственным делам. Михаил Иванович, есть сегодня у нас в гостях... Так, дорогие мои друзья, товарищи, коллеги, дело в том, что у нас была... Я всегда говорю, значит, была одна точка опоры. Тот раздравий, в котором нас ввергли все эти негодяи, внешние и внутренние, значит, была точка опоры. Одна точка опоры была, это любимый мой Крымский, во что были персональные морпехи, в казачьи поклонные всем там, ребятам, и крейсеру Москва. Слава Богу, дорогой, я его с 85-го провожаю на коже морду. Вот, значит, точка опоры был День Победы на сегодняшний день. Вот, кто недавний, это 9-й год, уже могло сплотить вот этот развал и так далее. Но сейчас я всех поздравляю, у нас появилась вторая точка опоры, это Крым. Это опора наша, идеологическая, эмоциональная, духовная, историческая всякая. Вот Крым, это, так сказать, с Божьей помощью и с помощью вежливых людей крымчан, у нас, скажем, вторая точка опоры. Как сказала страна, особенно молодежь, да, мы можем, мы так, это прозрение, а я на хинею отлетел в сторону, поэтому они все скинулись, они поняли, что Россия не успели додавить очередной раз, и теперь же не удастся. Дорогой мой любимый Крым, я тебя прошу, возьми, во-первых, это 75 песен, возьми, когда будет, ваше, это скучно, стихи мои музыка боятся, и пою я, что я могу, там еще остались, я не спать, куда-нибудь там грезти, как запишу, да, вот тут все веселые, серьезные, все там, старые мои классные песни, да, Володецовский, Сергей Гринчанович, она классная, все спокойненько будет, вот эти, зачем прям забор, ну и серьезные такие песни, военные всякие, не военные. И теперь двухтомник, вот, значит, хотел, я не знал, что вы будете, хотел, принес вам, ну, вы здесь ближе, увидимся, да, я вам подарю, а решил подарить вам, я потом напишу, это двухтомник, это здесь не мемуары, а здесь, я заместитель, в десяти жанрах я, оказывается, пишу, не знаю, только я вам сейчас спою две песни и отдам остальное, потому что я не помню их, ладно, садись, на минуты, да, сейчас. Так, вот это можно отдать, понятно, вот, смотри, вот только здесь третье здание, они куштили первое, правки придется садить, засрасить все, безграмотные. Так. Не, не надо, не надо, не надо, а за что, против, я же не сделаю, я обязательно, преступление сейчас будет, очки возьму, специально все, я приехал, вот, и глаза продал утром, вот он, он же умеет, ну, когда сказали, ну, вот, иди, да, сейчас возьми. И те были, ну, дорогие, то есть, повторяю, мне детька, прошел, оказывается, у меня детька-то было, ну, детька, все, забывайте. Родной мой детька, падает, Борисей Горилович, он, значит, был рулевым на переселе Киров, и когда там все это, вся эта волынка пошла, значит, их сняли с Кирова, всех, для рулевых, если Керняшка, значит, морская пехота, и все, говорит, морскую пехоту под Москву. Он там отвоевал, здесь, значит, готовили немцев, всю морскую пехоту куда? Под Сталинград. Забыли, что под Сталинградом, а, первое, было, ой-ой-ой, сколько. Его там полуавтоматную очередь схватил, он, значит, в госполтора лечился, фронт ушел дальше, и куда его? Воевать с бендеровцами на Западной Белоруссию. Вот, и какие? И Украина, и Белоруссия, я ж тут не ошибся, и Западная Белоруссия, я это имею в виду, Украина все равно собой Западная, а Западную Белоруссию запыли. А это одно и то же, между прочим. И Бендера, и там и там были. Поэтому, значит, он воевал, получил еще одну или две пули, и потом, значит, женился на белорусской женщине, и в городе стал псы. Пошел, значит, в МВД, в закрытые сети, и потом был, по-моему, если не ошибаюсь, начальником милиции в столбцах. Так что, видите, у меня с Белоруссия, и Чирос, если я чуть-чуть, там уже, вот так. И теперь, значит, вот такой, я хочу вспомнить свою песню. Я не нашел фильм, кто-то видел, что он где, документальный фильм, о кембире морской пехоты. Единственное, что я хотел сказать, когда морпихи, мои дорогие, говорят, вот 300 лет в морской пехоте, 300 лет, в первую, в третьем году, значит, организовал там вот облигады, захватили там, на Балтайске, на Годио, правильно, это было. Значит, надо вспомнить, что тысячу следующим лет назад, в 906-м году. Князь Олег, со-товарищей, я не вижу слов, господин, потому что, кто-то забивает, без слух, где господь без слух не бывает. А товарищи, так сказать, мы все равны, покачивая идея, ну, товарищ, прекрасный слог. Так вот, там написано, Олег со-товарищей, вот как ты слово ведет, да? Товарищ, 906-й год. Вот Олег со-товарищей, пошел на Византию, взял, так сказать, Константинополь, прибил щит на вратах Стареграда, молодежь, чтобы тоже знали. А что такое прибил щит? То есть, вот свою защиту взял. Плати дань, мы сильнее, мы тебя победили, будем защищать, но ты нам, так сказать, за это дело платил. То есть, насколько была сильная, могучая страна, государство, тысячи городов. Вот что даже, Гердарик называешь, Страна тысячи городов, это не пустые слова. Так вот, они туда ехали, с Олегом, ни на велосипедах, ни на лыжах, на чем они туда ехали, вернее, плывели? На кораблях. Корабли, струги. А струги, это река и море, по личным понятиям. А было их, по ним в среднем, чуть ли тысячи двести, но двести минимум, вот сейчас, скажем, так половину, пятьсот, тридцать, не важно, несколько сот. А каждый, каждый из струг, на каждом струге была дружина. А дружина, это примерно 40-50 человек. Вот умножьте на 40-50, на 200, на 300, это морская пехота. Да, да, там морская, по-другому называется, морской десант. Они заплатили все. Вот как корни ваши, они 300 лет спустя. Значит, 1300 лет морской пехоте. И вы это никогда не забываете. И когда начинаешь говорить, ну, так сказать нечего. Так что морская пехота, это великая армия, она возрождается, а сейчас, с учетом того, что океаны, значит, очень серьезная информация, это я не за это время, ты не думай, я скоро, ты сядь, будешь отдыхать. Вот ты стоишь. А, да отдохни, так, а мне будет приятно, что ты сидишь и отдыхаешь. Я тебя сменю на это время. Забыли, что, значит, основные, основные, мне сейчас один набирал свой труд, подарил, мне там нет. Основные, разработка очень интересная, основные, все по цивилизации планеты, основные города, население, промышленность, ну, все, все, что касается человеческого развития, по берегам океанов и морей. 75 процентов. Поэтому вся будущая стратегия нашей безопасности это флот и морская пехота Приморская пехота. Потому что три четверти экономического, рабочего, энергетического потенциала человечества это берега Приморские, понимаете? И не надо, как я уже сказал, не надо баллистических ракет, не надо ядрных, и так далее. Стоит подлодка, значит, там у нее 50 километров, значит, 25 процентов, это, значит, потенциала, 25 процентов, 50 километров. 50 процентов, это 100 километров что-то, и 150 процентов, это три четверти. Так стоит подлодка, поднимается, за 50 километров в любую ракету пускать, не надо, понимаете, почему? Боятся флота. Поэтому флот развивается, это наше будущее, стратегическое, основное, самое главное сила. Правильно? Другим надо, пять минут, хрен тебе, если кто ехал, сын приехал, садись, ножки. Не скажет тебе никто, что я скажу, что ты человек тебе. Петь-то, сплясать, это мы все, я наступал, 7 лет, был этим самым, морковым, я говорю, Суворовскому учебщику, и выходят одни, пляжи, молодые, амбалы, и во-о-о-о, поют 80 километров, еще кто-то, ну петь-плясать, проблемы нет, много очень, а вот, кто Родину будет защищать, кто встанет вперед, вот как ты, да, за Родину, вот все эти проблемы, сейчас слава Богу, заезжайте. Так, дай, пожалуйста, вот был такой, я тебе подарил фильм, документальный, морской пепотик, и там, эта песня, она там звучит, а фильм я подарил, документальный, значит, пожалуйста, дай, я не помню, я спою, морская пепотик, пожалуйста, это, сейчас трек дадут, не слышно никогда, ну что вы, опять, как-то кому-то, нет, это на начало поставь, дорогой мой, это не важно, это на начало поставь, это середина, вот, мы дело по душе себе нашли, мы на защиту Родины пошли, и вот теперь денежка на груди, и служба боевая впереди, и черные береты нам с тобою в самый раз, мы сухопутный и морской спецназ, морская пехота, мужская работа, Россия, Россия, превыше вся, стучит река, вперёд, морской, и как всегда, один за всех, и все, и все до одного, стучит река, вперёд, морской, и как один, свечи, КОНЕЦ КОНЕЦ Мы дети героической страны, мы боевым традициям мирным, врагов нас не спрятаться нигде, достанем на земле и на воде. И в грозный час звучит на нас сегодня, как вчера, полумбора, наша флотская, ура! Морская пехота, мужская золота, Россия превыше всего! Звучит бригада, стрел по всех, и как всегда, один за всех и всем, и всем за одного! Звучит бригада, стрел по всех и всем, и всем за одного! Звучит бригада, стрел по всех и всем, и всем за одного! И вошел на рейс Севастополя, мы снимали одиночные плавники, и я сказал, ребята, срочно снимайте! И вот идет ордер, начало фильма, и в середине, впереди Слава, красавец! Сейчас Москва, там усилие 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300 тысяч, сейчас 10 тысяч выстрелов. Ребятня, будь здоров! Все в порядке, служба идет! И вот мы провожали, он развернул, сказал, что дизель автюрикад включил, и мы стоим, значит, и все, адмирал со мной, я думаю, что слезы неудобно открыли, и они все стоят и наперсят. А слезы радости, понимаете, что все живо, ребята молодые, если уже ракеты падают, а тогда он вошел вокруг Европы, и Европа слушала свои портки мокрые остатки, полгода слушали потом, после этого, крица, вот так. Значит, российский флот, наша стратегия, пожалуйста, следующий, давай, музыка. Вот эти песни я провожил в гараже в прошлом году, она написана давно. Мы здесь в 26-м году с Игорем Садоном ездили в Балтску, поздравляю с Киевом Садоном, а все холмы и побежали в Питер, там, в Черноморде, они все сидели там, и ценой летели. Так, включай, давай, фонограмму. Снова литер поет, снова чайка ледит за гормой, Гордорей Андреевский флаг над моей головой, Снова мчится навстречу крутая морская волна, Снова слух воздалет, нас поход посылает страна, Надежный родины, а плот, на службе верной, верной, устанной, На всех морях и океанах, российский флот, российский флот. Мы по Балтике ходим, по дальним восточным морям, За полярием все вновь, бросаем свои ягаря. Черноморские волны давно наши песни поют, И везде и повсюду морячки нам спать не дают, Надежный родины, а плот, на службе верной, неустанной, На всех морях и океанах, российский флот, российский флот. Помню, плот наш, как вещий Олег в черном море уходил, Сотни стругов с десанта морских в Византию упадил, Тысяча лет пролетелась тех пор, только память хрибка, Много славных побед и имен за стеной Олега, Снайдерный родины, а плот, на службе верной, неустанной, На всех морях и океанах, российский флот, российский флот. Мы на море, на мир, на соседей с улыбкой глядим, На обиду, в родную страну никому не дадим, Над водой, под водой, в небесах нет пощады врагу, А морская пехота достанет и на берегу, На тюрьмы, в роду, на службе верной, неустанной, На всех морях и океанах, российский флот, российский флот. И огнем, и печем вытверждался закон наш морской, Вы традициям нашим верны, нашей дружной мужской, Труд за другостью новой, трудный час не предать, не продать, Ну а если придется и жизнь за чистую покат, Надежные руки и работой, на службе верной, неустанной, На всех морях и океанах, российский флот, российский флот. На всех морях и океанах, российский флот, российский флот. На сегодня я отдаю, отдаю ту книжку, И поскольку, поскольку мои друзья, А всех, сколько ты, столько разведка, Разведка, значит, я больше не буду западеть, Бой, Россия, мою тысячу пенсию дать, Но это я не могу не стыдь, И это такое, что можно, чтобы вы сядете, Сейчас отдаю. Аккуратно. Да, я сейчас убываю уже скоро. Ну, скоро. Я тоже приветствую сейчас. И я хотел бы приветствовать сегодня с этого высокого собрания, не пустые слова, всех, кто сейчас служит. Всех. Есть в каждом подразделении, вы все прекрасные люди военные знаете, самые боевые ребята, самые боевые. Это военная разведка. Во всех подразделениях они погоны не носят, другие совершенно там, то они морпехи, то они капиталь, то они летчики, то они ракези, да-да-да. Но это военная разведка. Разведка, главное разведка управления, вы знаете. Вот я им написал марш, так официально, так сказать, написанная давно уже. И я ее сейчас спою, потому что, поскольку грушники представляют, дорогие мои коллеги, все родовольцы, Вот мы от нашего собрания, морпеховского, и от России, и от Беларуси, и всем, кто служил, и всем, кто отслужил в разведке, военной именно разведке, грушной, Значит, мы им сейчас этим приветы передадим, да? Пожалуйста, я дам какой следующий раз. Да, давай, поехали. Военная разведка Военная разведка Домой заходит редко Все больше по горам, да по лесам По селам, по столицам, По всяким заграницам Идем навстречу вражьим голосам А о нас никто не пишет Не знает и не слышит И в том спасение наше И успех Во фраке дипломата И в джунгах с автоматом В любой горячей точке Раньше всех Разведка групп Разведка воин Мы рождены Самой войной И нам назначено Судьбою Стоять за Родину За Родину стеной И нам назначено Судьбою Стоять за Родину За Родину стеной Россия Наша вера Надежность Наша мера Наши любые припасы В рюкзаке И при любой В погоде Оружие на взводе Патрон В спали Пались на курке Не любят нас ребята И Бенда И НАТО Сюртами Жесть Моссад И ЦРУ А пятая колонна В России Разоренный Давно Прицельно Лупит В спину Гру Разведка Гру Разведка Воин Мы рождены Самой Войной И нам назначено Судьбою Стоять за Родину За Родину Стеной И нам назначено Судьбою Стоять за Родину За Родину Стеной И стоят ребята И будут стоять За мне Чужие здесь не ходят Здесь совесть верховодит Здесь жизнь друг другу Каждый доверял Залог победы Разум Так завещал Спецназу Проживальский Самый грушный Генерал Да-да Погон свой Не носим И льгот Себе не просим Нам жалкие Подачки Ни к чему Ни деньги Ни слава Была б жива Держава России служим Больше никому Разведка Гру Разведка Воин Мы рождены Самой Войной И нам Назначено Судьбою Стоять за Родину За Родину Стеной И нам Назначено Судьбою Стоять за Родину! За Родину! Диновь! Вот теперь все! Вот теперь, конечно, раз и все! Друзья, давайте еще крепче нашими флотскими аплодисментами поблагодарим сегодня Игоря Ивановича за профессию. Ура! 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 А сейчас давайте все-таки дадим слово нашим друзьям из России, замечательной организации, офицеры России, которые нас поддержали, которые пришли, которые помогли организовать этот маршрут. Наши профессии, как-то клиент, в таком-то респондент-центре. Мы могли там это прям очень специальным поработать. Ярослав Тарухин, руководитель этого проекта «Движение Global Wave», огромный меди-портал, меди-портал. Киталий Артлетско, раньше тоже был опять не президент, так сказать, что у нас есть очень прекрасный такой проект, который надо сейчас поддержать, раскрутить. Срочно нужно поддержать, ребята, если мы до 9 мая поставим, на памятник Владимиру Занимовичу Путину приедет. Сроки поджимаются у нас уже очень сильно. Надо сейчас прям мощный пиар сделать. Там сидит депутат от Крыма, а вот девушка, его помощница, с ней поговорить, она организует встречу, и вот будет поддержка. Я же гардиент, я тебя хочу познакомить, там сейчас заказ на медиапортал, маршрутка для... Кто такой гардиент? Самый коллег Руслайн-центра. Прямое впечатление работает. Он уже занят. Чуть он себя... Слушай, нам убегать уже надо. Да? Да, нужно помещение всем. Со всеми тебя. Ну вот, пожалуйста, мы в студию тут можем делать. Со всеми заняты. Не надо работать. Здесь сейчас наверху, посмотришь, что можно в студии делать. А как туда пройти? Я знаю, что он прекрасно и очень давно. Серьезно удивлены ее работы. Не поддержан? Сумсом. Чем? Ну, по памятнику. Ага. Ну, сейчас он занят, пока пускают. Он звонил, и все, давай встретимся. Потому что время теряется, но в большом, высоком понятии не поважнее, если чем памятник морской пехотицы. Еще тема морской пехоты, если это будет важно, если у кого-то есть, конечно. У нас в России всегда, во все времена, и дает. Все, Сергей, мы пошли. Будут давать помещение, будет предмет для разговора. А так это все. Спасибо. Рад был. Нет, через Серегу все. Давай, я могу тебя сам, посмотрим, если там помещение. А как туда пройти? А как потом выйти? Нет, надо снизу. Через низ к этому пройти. Нет. Встречаем. Нет, они все как-то зашли через низ. Вспоминаем. Отдаем дар памяти нашим великим людям. Мы снизу можем пройти как-то. Пошли узнаем. А? Пошли. Повали. Нам когда держим, ребята, рассказали, что нам здесь не нравится его жизнь, то что? Мы здесь можем в студии базы сделать. Что-то в середине в студии. Я понимаю, это чужое помещение. Пошли туда налево. Хорошее помещение в самом центре. Сейчас, например, все. А? Нет, сейчас сюда денег вложить и все. Каких денег вложить? Компьютеры сюда разворачивать и кухню гадой кормить людей. Сейчас. За мной, быстро, бегом. Иду, иду. Иду. Спасибо. Какая она? Ну, как оборотники, там все что угодно можно делать. Ну, можно что, это помещение предоставлять? В студию, да. Нет, тут? Нет, тут все можно. Вы хотите оставить что-то, нет? Здравствуйте. Вы здесь работаете? Да. А? Спросите, я вам скажу что-то. Нет, говорят, что здесь можно использовать под какие-то общественные процессы. Просто показывают эту площадку. Да, но только тут надо все вещи убрать. А зачем? Наоборот, их оставить. Это наоборот так отлично. Ну, ладно. Конечно, прямой интернет-эфир, чтобы это все было. Жил, жив. Джакузи поставить, то есть это нормально. Пока в тебе не берем, не берем. Этот аппарат не берем. А? Все они здесь как склад. Ну, да, да, да. А там офисная часть дальше, да? Да, тут. Угу. А площадка круглосуточная работает или только в рабочие часы? Если в этой площадке она не работает круглосуточная, а только под мероприятие работает. Ну, под мероприятие, отлично, да. Я понял, под Владимиром Владимировичем открыть круглосуточную интернет-трансляцию. Вот ищется площадка круглосуточная, возможно. Не вопрос, вопрос цены. Вопрос цены, хорошо. Можно хоть работать на трех-то, без остановки. Да, я вас понял, только плати. Все, пошли, все понятно. Таких площадок, кстати, очень много. Таких площадок много. Это море, море. Это море. За деньги, деньги хотят. Резко пропадают. Ну что, за военно-морской флот, дорогие друзья? Да? Ну, пошли, ладно. Да, ученик здесь сжала. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, тихо, мяч, хоро. Не для того, чтобы жить под мусором, а чтобы жить достойно, хорошо, счастливо. Почему? Потому что жизнь, это не то, что дается Конституция. Конституция все выше обеспечивает нам это право. Право на жизнь. А это нам право дается оттуда. Право каждого человека. Каждого человека, любой национальности, любого вероисповедания. Жизнь достойная. Спокойная. В достатке. Идем, идем, идем. Без страха. И суверенности. И в сегодняшний день. Идем, идем, идем. Идем. Серж, это коммерческая площадка. Бабки платишь и арендуешь. Это все. Ну, это все нужно. Ну, смотри, ладно. Смотри, зачем, вот, дружочек, ты так не реагируешь. Вот, идешь в предприятие, но оно идет без баллов. Потому что детки на нем. Ну, хорошо. Я для Сережи говорю, что я задал вопрос. Можно тут работать? Как задать? Кому, в каких условиях? Нет, у нас круглосуточно нужна площадка, Серж. Нам не надо 2 часа для детишек, бесплатно. Я почему-то хочу гардианка, который тебе свести, по тротуару в Росанцентр. Есть тема, что надо с возрастительным воспитанием России. Я видео залью, ты ему отошлешь, он посмотрит, поймет, о чем идет речь. Хорошо. Ты знаешь, а по-хорошему, это надо было все выводить в прямой интернет-эфир. Конечно. И ничего. Ну, вот сейчас речь идет о создании медиапортала, сказать, вот и медиаресур, медиахолдинга. Да это уже 20 лет об этом идет речь, Серж. Теперь канал «Звезда». Все, я одеваюсь. Не тыкай, не цикай. Слушай, ну, Замир Акимов, вот чего, где телевидение? Ты понимаешь, что нужно создавать собственное интернет-телевидение, где люди живут круглосуточно. Дежурная смена, 5 ведущих, которые циклично меняют. И контент, который будут смотреть, где еще. Контент? Миллионы долларов дайте. Вы слишком заехать хотите. Миллионы долларов. Я говорю, работа людей у нас... Ярослав был помощником, советником Министерной экономики там, России, занимаясь подвижением инноваций. Я вам и говорю, что на площадке создается контент. Кон-тент, именно. Вот я его и делаю, у меня артлетика, я сам занимаюсь. Артлетика уникальная просто. Что с нас будущего готовят? Девчонки, самые лучшие модели там у него. На базе гитится там. Где-то один час. Там смотри, смысл в чем? Смотри, вот четкий портал будет. Не один час в сутки. Во-первых, это утром, как идет физическая культура. Красота тела. Есть культура сознания. Красота тела, ладно, здесь идет кулинарное шоу. Наше право уже объединили порталы. Все есть уже, все пишут. Ну круто. Что не хватает? Площадки. И политический волен. Площадки, допустим, для артлетики уже две площадки. Одна из них с видом в пенхаусе, с видом на московский Кремль. Одна из площадок уже. Мне нужен нормальный оператор, хлопец хороший. И очень интересный. Вот и звукорежиссер. Естественно, и звукорежиссер, и все остальные. Вот, вот все есть. Вот сейчас тут не будет. Только надо денег. Всем нужны деньги. Вот он пришел, отработал за бесплатно. Он же не может каждый день ходить и без вложений. Нет, на поджище. Давайте все по-другому. Дорогой, в минуту можно? Нет, ребенок ждет. Дети святые. Я сейчас там меняю, по скаку там. Да что за 1 минуту? Да, только это не детей. Иногда, когда люди говорят, сделай, пожалуйста, что будет лично тебе и тебе, и чего. И люди рады, понимаешь? Так что это все, дорогой, богатый. На связи. Спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Спасибо. Темыч, подержи, пожалуйста. Я сложу штатив. Да, давай. Что-то там лету. А он... Да. Ну все, беги. Здесь я должен задержаться. Здесь, видишь, великий ученый. О, не ученый. Так, где же пайкот, где раздевался? Ну что ты... Все, вот... Ты туда хочешь подловить? Да. Вот мы и на улице, дорогие друзья, самый центр Москвы. Где луна? Вот она. Смотри, на Волонию. Угу. А? Вышел. Вышел? Да. Мы вас хотели проводить, задать вопрос. Можно проводить демо? Да. Это машина. Слышали про такие технологии, про ученых, которые говорят, что можно создать, ну, создавать энергию в любой точке пространства, чтобы всех накормить, напоить? Слышали? Слышал, да. Да, давай, да, мне идите. Но вот говорят, что это не внедряется, что общество не готово. Что делать? Ждать. 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 Давить тех, кто мешает. Потому что, скажем, многие, скажем, рецептов или там, ну как, способов лечить многие болезни, десятки раз ученые открывали, медики, и каждый раз им не давали развернуться, потому что удар по миллиардным доходам фармацевтических фильмов. Вот, да, вот вы все знаете, вы такой подкованный человек. Это же первое дело, поэтому все эти энергетические, вот, примерно, в 1963 год, статья интересная была, в газете, я как сейчас помню, в 1963 год пришел какой-то молодой, не молодой, ну какой-то инженер там, не молодой, не молодой, и, значит, интервью у него берут. Он создал движок автомобиля на воде. Да, 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 вот об этом тоже. В 1963 году. Да. Там вспрыск, остальное, вы знаете, да? Он обошел все институты Москвы, Питера и так далее. Наконец, где-то добился того, что в Питере какой-то центральный институт всесоюзный по этому поводу заседал, по другому поводу, ну, его решили выслушить, чтобы отстал. Он пришел туда, сказал, вот я изобрел такой вот двигатель на воде, экономия, 5-е, 10-е. И ему говорят, это личный двигатель, ты вообще дурак самодельный, и вообще, пожалуйста, думаю, такого не бывает, это невозможно. Самодельный, значит, примитив, ничего не понимаешь в этом деле. Он сказал, я запомнил в газетный газет, сказал, ну, ладно, я такой секой, ну, вы спуститесь вниз, я два года езжу на Волге, там стоит этот движок, посмотрите его. Они не спустились никто. Вот, правильно. Потому что их нужно разгонять, если седу к ядреной матери, если бы это запустилось, представляешь? А что бы я говорил, бензин в эти мафии и так далее, Амира. 63-й год. Вот вам, пожалуйста, сколько таких удивительных уже открытий было сделано. Эти удивительные нанотехнологии, это все. У меня брат родной занимался плазмой. БМТУ Бабана еще, так сказать, в конце 50-х годов. Там напыление на сопла ракет делали, потому что ракеты прогорали эти вот, ну, соплами на Большой Тимберде. Так вот, специально закрытая М-8 по голову.